МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, доброго вам вечера. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ее ведущий Дмитрий Бородовиков. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-6570, код города Екатеринбурга 343. Также свой вопрос вы можете оставить под анонсом сегодняшней программы в социальной сети ВКонтакте в интернете. Тему, которую мы сегодня обозначим, зовем так семейный диалог. В гостях нашей студии сегодня священник Дмитрий Ваулин, председатель апархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Город Екатеринбург, а также отец Дмитрий духовно окормляет Центр защиты материнства Колыбель, является священником храма в имя святителя Николая Чудотворца при Горном университете в Екатеринбурге. Батюшка, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии, благословите нас на эту беседу. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, доброго нам вечера. Отец Дмитрий, мы позвали и решили поговорить вообще на эту тему, наверное, не случайно, как минимум, есть два повода для того, чтобы поговорить о таких семейных диалогах, для чего вообще они нужны и какова их необходимость. А все дело в том, что 13 сентября мы отмечаем День памяти перенесения мощей святых благоверных князей Петра и княгини Февронии, покровителей семьи брака, которых мы считаем. И очень многие пары стремятся заключить свой брак именно в День их памяти, тем более, что это как раз-таки вот та дата, которая введена не так давно для того, чтобы супружеские пары могли в том числе и венчаться в этот День памяти, поскольку летний День памяти приходится на пост и венчание, собственно говоря, невозможно. Это одна из тем. И что касается заключения брака, то, к сожалению, к великому сожалению, статистика неумолима о том, что браки, в том числе и венчаны, распадаются. И, наверное, велика роль того умения примирения между собой супругов, умения разговаривать между собой, умения решать какие-то конфликтные вопросы, оно жизненно в супружеских парах необходимо. И вот для того, чтобы заглянуть на другую сторону вопроса, чтобы эти браки только укреплялись, это первый повод для нашей сегодняшней беседы. А второй повод – это то, что в Екатеринбурге совсем скоро, со 2 по 4 октября пройдут так называемые супружеские встречи, но о них мы сегодня отдельно и подробно, я думаю, что поговорим. Насколько мне удалось понять, супружеские встречи – такое отдельное целое направление работы с супружескими парами. И, насколько мне известно, в Санкт-Петербурге уже в течение 5 лет или даже больше такие мероприятия, так скажем, проводятся и на ней достаточно успешны. Вообще, что это – супружеские встречи? Это выездной семинар, на который приглашаются пары, прожившие в браке более 3 лет, и, скажем, требования к участникам, чтобы хотя бы один из участников имел религиозный опыт. Потому что всё-таки осмысление брака проходит в религиозной плоскости, есть разговор о Боге, есть форма молитвы о браке в контексте этого семинара. И очень приветствуется, чтобы хотя бы один из супругов имел религиозный опыт и смог помочь своему супругу или супруге пережить этот, может быть, иногда новый для человека опыт, погружение в религиозное осмысление таинства брака, в том числе и своего собственного. – Мы можем вообще назвать вот это событие, мероприятие, как семинар? Такой выездной семинар, если говорить о тех вне церковной ограде, то может быть такой термин употребить? – Да, я думаю, что можно это назвать вполне семинаром, потому что есть тематические встречи, беседы, есть условно, скажем, работа в парах, которые супружеская пара совершает наедине с друг другом, поэтому вполне можно это назвать семинаром. – А правильно ли я понимаю, что технически, может быть, это так выстраивается, что есть супружеская пара, которая свыше трех лет уже находится в браке, или у кого такие серьезные проблемы в отношениях, или вообще которые просто хотят укрепить свой союз, они на какое-то время, 3-4 дня, насколько я понимаю, проходят эти семинары, откладывают все свои дела в сторону. Если у них есть дети, они отдают их дедушкам или бабушкам для того, чтобы несколько дней они побыли вместе с ними. И вот они как раз-таки на эти 3 дня отправляются для того, чтобы в течение этих трех дней проводить определенные беседы на определенную тематику, беседовать друг с другом и проводить какие-то такие домашние задания, что ли. Да, это все верно, потому что, к большому сожалению, складывается так, что те бытовые вопросы, проблемы, которые мы вынуждены решать в контексте семьи и брака, очень часто становятся задачами одного из супругов. И, допустим, жена берет на себя домашнее хозяйство, муж старается о обеспечении семьи. И через какое-то время, решая разные задачи разными способами, люди приобретают разное какое-то наклонение взгляда на происходящее. И в контексте именно своего супружества они в каком-то смысле теряют друг друга из вида. И цель, собственно говоря, вот этого выездного семинара, чтобы дать людям возможность, может быть, после какого-то значительного перерыва, может быть, по-настоящему вдруг увидеть друг друга, вспомнить или, я бы сказал, даже обновить те чувства, обновить то состояние, в котором начинался их брак. Ну и, собственно говоря, усугубить диалог, в смысле беседу двух, которая совершается во взаимном уважении и любви. И вот на этом выездном семинаре людям предоставляется просто такая возможность посмотреть друг другу в глаза, увидеть друг друга, услышать, постараться понять в каких-то моментах, простить. Ну вот, наверное, такие цели и задачи ставятся перед участниками. А супружеские встречи – это все-таки часть какого-то большего проекта? Да, это семейный диалог, и там есть различные программы, в Санкт-Петербурге осуществляемые, но пока в реалиях нашей митрополии мы пытаемся запустить только проект для супружеских пар. Давайте перечислим что-то за направление, какие-то проекты. Направление работы с детьми, в которых также их учат различать свои чувства, правильно их выражать, называть, ну и, конечно, сообщают им принципы диалога. И подготовка добрачная людей, которые стремятся вступить в брак, либо готовятся к таинству венчания, называется эта программа «Счастье навсегда». С этими программами можно познакомиться на интернет-ресурсах Санкт-Петербургской митрополии. Ну, я думаю, что наши зрители могут еще, кстати, и сами поинтересоваться, и зайти на сайт, который они могут увидеть на экранах. alexnev.ru, его адрес, правый слэш, встречи. Называется этот адрес, его вы можете видеть на экранах ваших телевизоров. Насколько мне известно, когда супружеские встречи только появлялись в Санкт-Петербурге, некоторые семьи священников восприняли эту идею достаточно скептически. И даже не то, чтобы семьи священников, а сами священники восприняли эту идею скептически, а наоборот, такие матушки поддержали эту идею, в итоге те же самые священники свое мнение поменяли и на супружеские встречи приходили. А вот могли бы вы поделиться информацией о том, насколько сегодня актуально проведение таких мероприятий у нас? Как вообще люди откликаются к участию? Но это не только касается к семьям священников, а именно вообще, в принципе, к людям, которых вы духовно окормляете вашим друзьям, близким, знакомым. Ну, я бы назвал на данном этапе интерес повышенный. Наверное, все новое притягивает, как-то на это человек откликается. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, что актуальность супружеских встреч будет всегда, была, есть и будет. По той причине, что когда человек ответственно относится к своему браку, он действительно по-человечески начинает переживать вот тот разрыв, который я обозначил, когда люди утрачивают связь друг с другом. И есть постоянное стремление это восполнить, но вот как это сделать, человек не всегда представляет. И попытавшись сделать это раз, другой и третий, допустим, встретив стену непонимания или каких-то неадекватных реакций со стороны супруги или супруга, человек в каком-то смысле перестает это делать. Поэтому вот именно супружеские встречи, которые несут с собой принципы диалога и возможности вот этого диалога для супружеских пар, я думаю, что будут всегда востребованы. А что касается активности вокруг этого проекта, сейчас как раз формируются пары, которые станут участниками этого выезда. И я бы мог сказать так, предложение ограничено. И актуально. Отец Дмитрий, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, я Александр, я звоню из Ростовской области. Очень приятно. Вопрос у меня заключается в следующем. Я недавно воцерковился, но жена мне поставила такое условие, что если ты будешь продолжать ходить в церковь, то я с тобой разведусь. Вот как мне поступать? Ну, звучит это все как угроза, и в контексте диалога я бы предложил найти компромисс. Наверняка в жизни вашей жены есть какая-то область, которой всецело занимается только она. И, собственно говоря, вторжение ваше в эту область носит какие-то табу или неприятия. На данном этапе есть некое личное пространство, которое можно назвать ваши отношения с Богом. И вы просто должны постараться выстроить, объяснить, мотивировать, почему вам это необходимо, зачем вам это надо. Ну, и, собственно говоря, постараться сделать так, чтобы ваш поход в церковь сопрягался с тем, чтобы не накладывал определенную дополнительную тяжесть на вашу супругу. Это касается и вопросов по дому, и в отношении ваших детей. То есть постараться сделать так, чтобы у ней не было вопроса, куда ты пошел и зачем. И сделать это не по факту того, когда вы соберетесь посетить храм или богослужение, а сделать это до того, как. Спасибо за ваш ответ. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос по телефону 379 65 70, код города Екатеринбурга 343. Также вы можете написать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Дмитрий, а знаете, как можно описать, ощутить и понять разницу между просто психологическим семинаром для пар, куда могут приехать все желающие, неважно, это люди, которые состоят в браке или люди, которые не состоят в этом браке, и между семинарами, которые все-таки проходят под девизом, под руководством, что ли, православной церкви и под таким духовным окормлением? Ну, все-таки точка зрения наша основывается на священном писании, на традиции, и восприятие супружества будет озвучено именно через эту призму. Мы постараемся посмотреть и соотнести, насколько наш брак соответствует замыслу о нем Бога. Ну, вот, наверное, вся разница. То есть я не знаю, с каких точек зрения будет рассматривать тот или иной психолог, мы стараемся дать такую точку зрения. Вот, насколько мне известно, на таких супружеских, так называемых, встречах есть пары, которые, я не знаю, как бы назвать, может быть, наставники, которые и делятся своим опытом, ведущие, которые и рассказывают о том, как они смогли решить ту или иную конфликтную ситуацию, а кто вообще это люди? Это обязательно священники или присутствие священника? Ну, в принципе, необходимо, но само мероприятие, и как бы ввести, и рассказывая о своих каких-то, так скажем, о преодолении своих каких-то неурядиц в семейных отношениях, или это все-таки на плечах мирян, так скажем, лежит тех пар, которые когда-либо уже сами были выпускниками, так скажем, этих встреч? Все ведущие пары когда-то прошли этот семинар, и, так скажем, вот у них появилась решимость поделиться этим опытом с другими. Тем более, что супружеская пара проходит какой-то путь, приобретает какой-то навык, какой-то опыт, и, собственно говоря, там есть возможность его транслировать, им поделиться. Что касается участия супружеских пар священников, да, то есть обычно это одна из ведущих пар, где супруг является лицом в священном сане, и его супруга. Но это необязательное требование. Бывает вариант, когда на супружеских встречах присутствуют ведущие пары и священник один. Насколько я понял, что вы тоже были участником таких супружеских встреч, которые проходили в Санкт-Петербурге, и первый раз вы были как участники, как супружеская пара, а другой раз вы уже были как ведущая супружеская пара. Расскажите о таком своем личном опыте, потому что одно дело рассказывать о том, что вот этот проект нацелен на поддержание семьи, нацелен на то, чтобы люди находили между собой слова взаимопонимания, о том, чтобы они выстраивали диалог и так далее. В какой-то части преодолеваются конфликтные острые моменты во взаимоотношениях. А вот в ваших личных отношениях какие-то были результаты, может быть, что вы вообще в таких встречах подчеркнули? Да, я услышал о проекте в контексте рождественских чтений, где была презентация, этого проекта. И лично для меня, ну вот, все это отозвалось, откликнулось такой вот радостью, потому что все 16 лет нашего брака, я бы назвал его все-таки счастливым браком, мы пытались делиться радостью своего супружества, но не находили вот какого-то адекватного инструмента, как это можно было бы сделать, ну вот тактично, да, не навязывая какие-то вещи другим людям, другим парам. Вот. Мы искали эту форму, и вот Бог, видимо, услышал нашу молитву, и обоюдно. С супругой я приехал с рождественских чтений, очень вдохновленный этим опытом, он поделился с ней. Ну, конечно же, были и какие-то предубеждения, какие-то сомнения, да, ну что это вот вдруг случится, когда мы публично, ну как это называется, будем стирать, там, выносить грязное белье, да. На самом деле, вот программа построена настолько тактично, да, по отношению к супругам, что нет вот этого напряжения, то есть оно снимается, когда люди попадают в эту атмосферу. То есть это вот буквально атмосфера, ну действительно большой семьи, людей открытых, очень искренних, любимых и любящих. По крайней мере, эту атмосферу задают вот ведущие пары проекта. И те семинары, которые нам удалось посетить, и в качестве супружеской пары, и в качестве ведущей супружеской пары, были для меня ярчайшим свидетельством. И вот эта вот атмосфера предубеждения, которая вполне нормальна и свойственна, наверное, любому живому и здравому человеку, а тем более, когда речь идет о супружеской паре, да, когда есть два каких-то мнения, да, не всегда равнозначных, да, есть какое-то доминантное иногда случается супруги или супруги, есть какие-то предубеждения, которые можно преодолеть только единственным способом. невозможно доказать, что ты неправ. Возможно, это только показать. Вот прикоснувшись к этому опыту, пережив этот опыт, супружеские пары действительно смогут как-то вот посмотреть на себя со стороны, да, и снять свои предубеждения, как это случилось, наверное, в нашем случае. И сейчас мы очень горячо пытаемся делиться этим опытом вот в контексте этого проекта. А сколько таких ведущих пар будет вот на том, на этих встречах, которые пройдут в Екатеринбурге? В нашем случае это будет четыре ведущих пары. Из них две пары священников и две пары мирян, которые приглашены из Санкт-Петербурга. Вы вот говорили о том, что, ну, о грязном белье, которое, ну, немножко приходится вытаскивать, что ли. Может быть, не знаю, неправильно это какое-то представление, и, видимо, теми словами о том, что это атмосфера дружелюбности, о том, что это такая большая семья получается, сплоченная. Существуют некие такие стереотипы, даже не то чтобы стереотипы. Вот мы посмотрим американские фильмы, где существуют различные семинары для людей, которые там обладают какими-то зависимостями, они делятся там своими проблемами. Я надеюсь, вот на тех встречах, которые у вас проходят, нет такого, что пара садится и начинает рассказывать о том, что вот мы с ним поссорились вчера из-за того-то. Мы, видимо, смотрели разные фильмы, на нашем семинаре такого нет. К счастью. А вот скажите, а есть ли какая-то статистика о том, насколько для людей это стало полезным? Ну, то есть, я не знаю, может быть, пришли какие-то пары, которые были на грани разрыва отношений совершенно, развода? Или вообще собирается какая-то информация о тех людей, которые потом в дальнейшем, ну, с пережитым таким вот опытом продолжают свою семейную жизнь? Да, Санкт-Петербургский центр ведет такую статистику, и на сегодняшний день около 150 пар прошли через этот семинар за время существования. Ну, поскольку это не является панацеей, да, около 15 пар приняли решение расстаться. То есть, ну, я думаю, что процентную статистику каждый может посчитать сам, ну, и сделать выводы, да, при наличии вот официальной статистики, что у нас на 100 заключаемых браков практически 80 распадаются, причем на первом году совместной жизни. Я думаю, что вот статистика этого центра весьма-таки показательна и внушительна в положительном смысле. Отец Дмитрий, а могли бы Вы рассказать вообще о тех занятиях, которые будут с людьми проходить? Ну, то есть, что это за беседы? Ну, вообще, какая форма технически, может быть, как-то описать сами эти встречи? Да, я могу сказать, что там есть тематические встречи и три блока этих встреч. Отношения с самим собой, отношения друг с другом и брак в Божьем замысле, да, или, ну, наше супружество перед лицом Бога. Это вот три основных блока, которые надлежат участникам семинара, ну, рассмотреть, во-первых, потом как-то проработать в своих отношениях. Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что они могут записаться на семейные встречи. По телефону, который Вы сейчас можете видеть на Ваших экранах, это номер 344-3554, код Екатеринбурга, 343, а также по телефону 8902-263-0832, но и подробную информацию можете увидеть на интернет-сайте, который на Ваших экранах сейчас есть. Насколько я понимаю, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как Вас зовут, откуда звоните нам? Добрый вечер. Я вам звоню из Белородской области. Евгений Александрович, здравствуйте. Какой у Вас вопрос? Я хотел бы узнать мнение Вашего собеседника на такую вот именно тему. Может быть, потому у нас такие проблемы и с абортами, и с разводами, что по большому счету, в большинстве случаев, у нас семья так и не стала малой церковью, а так и осталась социалистической ячейкой общества. И этой идеологии никуда не делалось. Может, в этом проблема? Спасибо за вопрос. Я думаю, что прерванность традиций, в том числе и семейной, конечно, дает свои результаты. И этот маховик, который был запущен, да, и там семья как ячейка общества, а отнюдь не малая церковь, ну, во многом как-то транслируется до сих пор в остатках, да, тех каких-то идеологических предпосылок, которые люди так или иначе сохраняют. Ну, вот мы говорим о том, что является нормой, что семья – это действительно малая церковь. Ну, то есть, в общем-то, на этих занятиях и объясняется. Расскажите, вообще, как часто планируется проводить такие встречи? И немаловажно, наверное, после того, как они проходят, чтобы была и какая-то связь между участниками этих встреч уже не в рамках каких-то таких вот выездных семинаров, а в рамках каких-то семейных посиделок. Ну, грубо говоря, при некоторых храмах организуются семейные клубы, в которых могут они и почитать какие-то произведения, и поделиться с каким-то впечатлением о поездке, показать фотографии, посмотреть вместе фильмы. То есть, что-то вроде молодежных клубов, но туда приходят уже люди, которые состоят в браке, которые видят на такие же христианские семьи, ну, и, может быть, тоже делятся какими-то радостями и печалями. Я думаю, что форумы будут находиться. Вообще, в контексте этого движения есть такой опыт, что супружеским парам, участникам выезда, предлагаются последующие ежемесячные встречи, в которых, собственно говоря, принципы диалога как-то прорабатываются, прорабатываются, что называется, в динамике. Что касается организации семинаров, выездов в Екатеринбурге, мы планируем пока периодичность два раза в год, но остальное будет зависеть от того, какая география приезжающих супружеских пар будет у нас. Ну, и, собственно, зависит от того, как будут откликаться сами супруги, потому что трансляция последующего опыта, это исключительно ложится на участников этих семинаров. То есть, если будет такой отклик, живое такое вот приятие этого опыта, как это случилось в Санкт-Петербурге, то, надеюсь, что будет и чаще. А участниками этих встреч могут быть только воцерковленные пары или вообще, в принципе, желающие? Ну, по крайней мере, я повторюсь, что хотя бы один из супругов должен иметь религиозный опыт, ну, второй, по крайней мере, с каким-то чувством такта, должен относиться к супругу и организаторам этих встреч, но насильно никого, никаким религиозным обрядом, конечно же, там не принуждаются. Я так понимаю, что поскольку присутствие священника тоже на этих встречах обязательно, кстати, не обязательно? Обязательно. Там будут проводиться и какие-то совместные богослужения, молебны? Каждую встречу сопровождает совместная молитва, ну и, скажем так, апофеозом этого семинара является общая литургия. Но, опять же, участие в ней, как и приготовление к ней, является исключительно добровольным актом. Достаточную часть времени мы вообще в программе посвятили супружеским встречам, так называемым. Почему я говорю так называемым всегда? Потому что супружеские встречи – это всё-таки время, когда люди находятся друг с другом, это может быть и каждый день, а всё-таки это целый проект и целое направление, которое организуется. А вот вообще, кстати, если эту тему немножко развить, то, наверное, и сложно назвать супружеской встречей вот такой вот бытовой приход друг друга домой. Ну, грубо говоря, мы пришли, мы каждый занимаемся своими делами, мы, там, не знаю, ну, муж там какими-то своими делами, занимается жена, другие, и нет как таковой встречи, какой-то дружеской встречи, когда кто-то кому-то что-то рассказывает, кто-то делится какими-то впечатлениями, опытом и пытаются решать какие-то совместные назревшие вопросы, которые, может быть, давно лежат на поверхности. К большому сожалению, это так, как вы говорите, но, собственно, вот семинар и призван, да, сообщить принципы диалога, и чтобы, допустим, возвращение домой было действительно возвращением домой. И выход из дома, да, был шагом к этой встрече. То есть не отдалением от того, что ты оставляешь в своём доме, о приближении к этому, о стремлении к этому. И, соответственно, все там нужды и печали имели возможность где-то остаться, да, и ты мог, возвращаясь домой, действительно вернуться к родным, близким людям. Но об этой близости нужно стараться, нужно как-то прилагать к этому усилия в том числе. А поделитесь, какие бывают вообще психологические, может быть, приёмы того, как научиться этому диалогу? И речь идёт даже не только о парах, речь идёт вообще, в принципе, о человеческом диалоге, потому что всегда есть сторона, которая о чём-то хочет донести другой стороне, а другая сторона может, в принципе, эту информацию либо не слышать, либо пропускать мимо ушей, либо устраивать какие-то, может быть, истерики, которые не дают, в принципе, договориться о чём-либо. Есть ли какие-то приёмы, которые вот этого вот позволяют достичь? Ну, они и звучат как принципы диалога, да, слушать прежде, чем говорить, делиться, а не спорить, и прежде всего прощать, да, то есть вот это даёт возможность вообще диалогу состояться как таковому, вне зависимости от того, какой информацией на сегодняшний день ты обладаешь, да, или что ты слушаешь. Если вот этого так-то не будет, обоюдного, не будет никакого диалога. У нас есть ещё один звонок, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Краснодарского края звоню. Очень приятно, задавайте свой вопрос. Значит, у меня такой вопрос, как бы, вот, батюшка, что вот вы свидуете? У меня, значит, мы с мужем венчаны, живём уже, уже серебряную свадьбу, отпраздновали 26-й год. Он работает в храме, ну, не служит, работает. Ну, вот, получается так, что он работает сутками, а вот в те небольшие, так сказать, промежутки, он, возвращаясь домой, едет опять в храм, ну, на богослужение, или, там, на молебен, на это, по сути дела, ну, я, как бы, нервничаю, что, ну, как бы, по дому, ну, очень много работы такой чистой, именно мужской, вот. Хотя, с другой стороны, он, как бы, там, ни футболом, ни, там, ничем таким не увлекается, помимо этого. Вот как мне реагировать, вот, помимо того, что мы, вот, каждое воскресенье ходим на службы, еще вот эти вот его, эти, ну, то есть, то, что он в храм ходит, это у меня, ну, нет, как говорится, никаких сомнений. Вот, потому что, вот, он, ну, любит молиться. Ну, я думаю, что это как раз тема к обсуждению. В контексте вашей семьи нужно задаться вопросом, кто в вашем доме будет совершать мужскую работу. Ну, может быть, у вас есть какие-то дети, которые способны заместить его место, но ни в коем разе, да, это не лишает его, ну, тем, чтобы делиться тем, чем он насыщается в храме, да, теми плодами благодати, которые он каким-то образом там усваивает. Ну, если других вариантов нет, то в любом случае это должно стать, вот, вопросом для обсуждения тихого, мирного, за кружечкой чая, может, какой-то непринужденной обстановки, может быть, постараться как-то выйти за привычные рамки, допустим, домашнего какого-то обихода, вот, сменить обстановку для того, чтобы постараться донести, что это не ваша претензия, да, это насущная потребность, которая тоже требует его внимания. Ну, или, так скажем, внимание бывает разное, он может этим заниматься сам, да, или привлекать какие-то другие силы, но без него этот вопрос вам не решить. А вот скажите, насколько важно, ну, насколько я понимаю, что здесь супружеские встречи, они проходят где-то на выезде, в ситуации, когда люди, ну, в общем-то, выпадают из своего привычного ритма жизни. А все-таки насколько важно вот это вот перемещение в какое-то другое место, в другую атмосферу, в другую обстановку? Ну, категорически важно, потому что очень часто мы находим важные дела, нужное время для всего, чего угодно, только не для самого близкого и самого нужного и самого актуального. Поэтому такая вот форма выезда категорически необходима, какая-то, скажем, даже нейтральная территория, да, чтобы нам не вступать на заведомые минные поля, которые мы насадили по отношению друг к другу. Ну, как-то так. Поскольку у нас тема сегодняшней программы обозначили как семейный диалог, мы можем вообще, в принципе, и посмотреть на те вопросы, которые задают наши пользователи социальной сети ВКонтакте, наши зрители в специальной теме, которая в нашей официальной группе есть. Вот, например, Михаил Лукашкин спрашивает, скажите, пожалуйста, если женщина воспитывает сына одна, какой реальный пример ей дать сыну, чтобы он вырос внутренне сильным. Есть тонкость в том, что нет родных, которые могли бы в этом смысле заменить отца, а к тому или иному спорту или чему-то подобному, где есть мужчины, примеры, сын не тяготеет, и, соответственно, образа соответствующего не имеет. Ну, здесь хотелось бы сказать о том, что заменить отца никогда никто не сможет. А, собственно, дать мужской образ, если все-таки этот опыт как-то сопряжен с религиозной практикой, да, есть такой институт поручительства крестных, и, наверное, вот что-то сделать по отношению к адекватному мужскому воспитанию, в данной ситуации, не знаю, чем она обусловлена и вызвана, да, одиночество этой женщины, ну, мог бы сделать крестный. А вот еще Татьяна Николаева спрашивает, ну, этот вопрос мы, наверное, прочитаем чуть позже, у нас еще один зритель дозвонился до нашей студии. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем, здравствуйте. Я хочу задать вопрос, можно? Да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Как поступить, если не можешь простить обиду? А, матушка, как вас зовут? Я из Свердловской области. Спасибо. Спасибо. Прощение – это не только акт. Вот я прощаю. Прощение – это процесс, и вы принимаете волевое решение, ну, может, я думаю, что вы руководствуетесь религиозными мотивами, да, и в молитве «Отче наш» есть строчка «Прости нам, как мы прощаем нашим должникам». И вот если вы имеете такое сердечное намерение и решение простить, то вы это делаете не единократно, а вы прощаете, то есть вы совершаете некоторое действие, которое поступательно и направлено по отношению, ну, не знаю, к обидчику или к обидчикам. Ну, и с молитвой, с Божьей благодатью, собственно говоря, вот это вот непрощение будет, возможно, отступит от вас, потому что, как говорит нам Священное Писание, невозможное человеком, возможно Богу. И вот Божьей помощью и это тоже возможно. Спасибо за ваш ответ. Вернемся к вопросу, который Татьяна Николаева Николаева задает нам в социальной сети ВКонтакте. Не буду прочитывать полностью, но она лишь говорит о том, что они давно живут с мужем, и он является не церковным человеком, она хочет повенчаться, и муж вроде бы как тоже согласен повенчаться, но только чтобы не обидеть супругу. Стоит ли так венчаться, или все-таки стоит пройти какие-то сначала беседы для того, чтобы муж тоже понимал значение этого таинства? Конечно, таинство касается двух людей. И если один человек имеет религиозный опыт, другой такого не имеет, то по слову апостола Павла, если неверующий согласен жить с женой верующей, или в обратном порядке, то, собственно говоря, мы должны оставаться так, как есть, принимая его согласие. Что касается возможности венчания, то, как любое таинство, оно принимается осознанно, поэтому если супруг готов, то действительно возможно найти возможность, какой-то вариант бесед, который готовят к таинству брака в ближайшем для вас храме. Отец Дмитрий, а скажите, вот, коли уж вы являетесь председателем прихиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, то вообще какие, может быть, еще меры стоит предпринять и стоит проводить для того, чтобы семья изначально строилась на христианских таких принципах, на христианских началах, для того, чтобы было понимание, что семья — это все-таки малая церковь, а не социальная ячейка общества? Ну, первое, что можно тут порекомендовать, посоветовать, да, не бояться возвращаться домой. Вот у некоторых людей со временем, я бы даже сказал, у большинства, вот этот страх образуется, потому что большая часть своего времени, просто своей какой-то активности человек проводит вне дома. И в данном случае мы говорим не о том, сколько времени и где ты проводишь. Важно то, с чем ты приходишь в свой дом. Да, и если ты просто хотя бы приходишь туда не с предубеждением, что вот сейчас здесь тоже будут враги, да, и тут начнутся очередные боевые действия, да, а ты ищешь, да, вот в этом семейном очаге, ну, может быть, в потухших углях, да, тепла какого-то, участия, то когда ты этого действительно ищешь и не боишься этого искать, и не боишься говорить о том, что ты чувствуешь, что ты переживаешь в течение дня или возвращаясь домой, ну, вот, собственно говоря, здесь и начинается диалог, начинается семья, начинается воспитание детей, да, которые научаются от старших, ну, собственно говоря, адекватному поведению в контексте любой социальной группы, да, в том числе и церкви, да, где есть какая-то иерархия, где есть какой-то такт по отношению друг к другу, где есть просто искреннее и радушное стремление быть близкими и родными людьми. Ну, это идет речь о, все-таки, тех парах, которые уже существуют, о тех людях, которые состоят в браке. А если говорить о молодом поколении, которое только готовится к такому важному шагу, то в рамках такой подготовки, что ли, людей молодых к заключению брака, какие важно проводить, может быть, беседы, разъяснительные, может быть, какие-то такие встречи, но уже не с семейными парами, а именно то, о чем мы говорили чуть ранее, о другом направлении работы, именно с теми людьми, которые еще только готовятся к браку. Ну, для начала тут, наверное, имеет смысл объяснить мужчинам, что значит быть мужчинами, а женщинам объяснить то, что значит быть женщинами. И у нас, ну, допустим, в Екатеринбургской епархии, да, есть такой опыт школы родителей, да, ну, люди, которые стремятся стать родителями, будь то приемными, да, или ожидающие там своего ребенка. И вот в контексте, допустим, этой школы есть такой опыт, и люди открывают для себя очень много нового, в том смысле, что и мужчины, и в основном женщины, которые туда попадают, в первый раз действительно задумываются, что значит быть женщиной. И я думаю, что вот это очень важно, вот эти точки над «и» расставить еще, конечно же, до вступления в брак, в супружество. Вы имеете в виду школу родителей, которая действует при Центре защиты материнства «Колыбель», да? А вот скажите, а коли уж Вы духовно окормляете еще и Центр защиты материнства «Колыбель», то какие-то в рамках такого своего духовного окормления не только среди тех, кто там трудится и помогает, да, людям, а какие-то беседы, какие-то встречи вот в рамках такой деятельности проводите Вы или нет? Там есть служба психологической помощи, если возникает запрос именно на участие и соучастие священника, ну, собственно говоря, я выступаю в этой роли, да, то есть встречаюсь в том числе и, ну, скажем так, с обращающимися в этот Центр. Ну, вот, наверное, так. Наша зрительница Нонна Гантарь спрашивает, а что делать, если ребенок 11 лет не хочет записываться в воскресную школу? Стоит ли это делать против его воли и нужно ли переубеждать ребенка, что это важно и необходимо? Ну, боюсь, что опоздали на 11 лет. Вот с убеждениями нужно было это делать на 11 лет раньше. Сейчас против его воли Коля, вот, уже появилось такое понятие, да, его мнение, его воли, делать этого не нужно. Что касается воскресной школы, ну, может быть, поискать какие-то альтернативные варианты, может быть, это мог бы быть какой-то скаутский отряд или какая-то другая форма, потому что форма воскресной школы, ну, вот, как вы говорите, уже неадекватно воспринимается вашим ребенком. Я думаю, что мы сегодня осветили тему, которую сегодня мы с вами запланировали обсудить, тему супружеских встреч, тему супружеского диалога, необходимости супружеского диалога. Еще раз напомним нашим зрителям о том, что в Екатеринбурге пройдут первые, так называемые, супружеские встречи со 2 по 4 октября, и записаться на них вы можете по телефону, который сейчас увидите на экране, номер 344-355-4, код Екатеринбурга 343, а также по телефону 8902-263-0832. Сайт, на котором можно найти подробную информацию о супружеских встречах, тоже видите сейчас на экранах, alexnev.ru Встречи. В гостях нашей студии сегодня был священник Дмитрий Ваулин, председатель апархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Он духовно окормляет Центры защиты материнства Колыбеля, также является священником храма во имя святителя Николая Чудотворца при Горном университете города Екатеринбурга. Батюшка, мы сердечно благодарим вас за то, что сегодня пришли в нашу студию, рассказали об этом важном проекте, пожалуй, для нас всех. Спасибо за то, что поделились и своим личным опытом участия в этих встречах, и приходите еще, милости просим. Спасибо за приглашение и эту возможность. Какое-то, может быть, духовное наставление, назидание супружеским парам, которые сейчас нас смотрят, которые, может быть, или парам, которые только хотят вступить в брак от вас, мы бы хотели услышать. Желаю всем нам решимости строить диалог, разговор двух людей во взаимном уважении и любви. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Дмитрий Бродовиков. Увидимся в эфире телеканала «Союз». «Беседы с батюшкой» 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 Продолжение следует...